Дом Ирины Совсем недавно. Соседством начались активные строительные работы. Попытки соседей выяснить, кто, что и на каких основаниях будет возводить, закончились чуть ли не дракой с рабочими. Кто-то вообще меня оскорблял, матом отбрался. Товарищ. Покажи личико. Да. Давай, наканчивай. Беру телефон, начинаю снимать, сыпятся угрозы. Потому что я забрала ребенка со школы, беру ее, думаю, сниму сейчас и мы пойдем ее кормить. Сыпятся угрозы, матом. Начинается браться арматура, замахивается над головой о том, что меня сейчас убьют и ударят и так далее. Потом этот строитель забирает у меня этот телефон, выхватывает. Благо и все остальные меня окружают. Я не готова была к таким нападкам строителям. Начинает просто пхать. Да кто ты такая, да пошла вон. Просто полное бесправие. Уже позже люди выяснили, что рядом с ними собираются построить четырехэтажный дом. Разговаривали с Иваном Неконечным. Есть такой строитель, который мы уже как узнали, он подрядчик этой всей организации. Он нам проговорился и поставил план, что мы хотим здесь, вот будет один этаж, каждый этаж будет 100 метров. 100 метров этаж, это будут две двухкомнатные квартиры. Сколько будет этажей, мы еще не знаем. Мы посмотрим. Логичный вопрос. А как вы будете смотреть изначально, если у вас нет проекта? С этим вопросом люди обратились уже в государственные органы, Приморскую районную администрацию и ГАСК. Оттуда пришли ответы, что разрешений строить на этой земле никто не выдавал. К стройке потянулись комиссии, но, по заверению соседей, ни представители ГАСКа, ни полицию на территорию не пустили. Более того, на непрошенных гостей почти натравили собаку. Не открывалась калитка, посылалась, я это лично слышала. Ни одна комиссия была. Боба угрожал. Я слышала, слышала чуть ли не матом, что полиции, что я спущу на вас собаку. Голубай. Это с ней встречали? Ну, по информации, которую мы подчеркнули из сети, на Думской, на таймере, вот именно этого агрессивного зверя мы спускали на сотрудников ГАСКа. Вот, и если сотрудников ГАСКа напугал шестимесячный щенок, то это фиаско. Дом Владимира находится вплотную к стройке. Это его обвиняют в угрозах в адрес полиции и представителей ГАСКа. Мужчина утверждает, комиссии пускали. Они получали доступ, им открывалась калитка, непосредственно было человек 9, наверное. Все они составляли какие-то акты, писали какие-то документы. Строят соседи, имена называть не буду, в начале еще понятия не имело, что строить. Вначале хотели просто укрепить грунт. Но потом, возможно, решили построить что-то, если вот есть фундамент, какой-то домик, ну или сотку явно. Но соседи Владимира заверяют, мало того, что все работы ведутся без разрешительных документов, на многоквартирный дом уже оформлено право собственности. Есть уже регистратор частный, выдал документы на 408 метров. То есть уже есть дом, уже есть право собственник. И 17 октября этот собственник, по-моему, Бондаренко Эдуард. Ну, я не буду сейчас уточнять, я так не помню. Эдуард, я его видела, он к нам подходил. Он уже даже отчуждал эту часть дома. Он уже продал уже кому-то эту часть дома. Все коммуникации к своим домам люди проводили за свой счет. Говорят, не понимают, почему будущий четырехэтажный дом должен ими пользоваться. Да и выдержат ли они нагрузку – вопрос. На сегодняшний день у нас уже есть, вот на то количество соседей, которые есть, вода у нас, ну, в принципе, она нормально идет, но бывает в летние месяцы, когда ее не хватает. Если этот дом будет подключен, как нам сказали, он должен быть четырехэтажный, воды у нас, понятное дело, не будет. Все абсолютно сети, которые есть от энергосбыта, они где-то, ну, 40-50-летней давности. И если их подгрузить при нынешнем количестве электроприборов на семью, если их подгрузить еще четырехэтажным домом, то, понятное дело, что у нас будет все греть это регулярно. Главная проблема – это то, что под этими домами находятся катакомбы. По заверению жильцов, минимум двухуровневые. Трещины пошли уже по стенам нескольких домов. Люди уверены, если стройка продолжится, беды не избежать. Благодаря незаконной стройке у нас проблемы начались с нашим строением. Нам пришлось полностью его сносить, потому что начал происходить процесс обвала, и полностью мы перестроили новую пристройку. Вы сами понимаете, что это, насколько это затратная часть. Что будет происходить дальше с этой стройкой, что будет происходить с нашим домом – вопрос очень такой щепетильный. То есть хотелось бы, чтобы мы не упали в катакомбы, потому что мы реально понимаем, что оползни будут происходить. Ситуация дошла до горсовета. Ее даже стали обсуждать на аппаратном совещании. Первый вице-мэр Анатолий Орловский распорядился поставить пост муниципальной охраны у строящегося здания. Но на следующий после аппаратного совещания день мы его не обнаружили. Наталья Костенко, Евгений Чменцев, 7 канал.